Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Дне, который действительно интересен с точки зрения содержания экономического календаря. Я предлагаю прям сразу обратиться к нему, поскольку отчетов событий будет очень много. Друзья, если вы спекулируете долларом, если вы спекулируете нефтью, либо канадцем, сегодня вам точно будет за что зацепиться в плане фундамента. 18.00 долгожданное заседание Банка Канады. На текущий момент канадская валюта активно укрепляется. Я бы не стал связывать это движение бодрости с тем, что канадец верит в более жесткую монетарную политику, которую анонсирует сегодня Банк Канады. Я бы по-прежнему связывал восстановление, которое мы наблюдаем в динамике этого инструмента, только лишь с роста цен на нефть. И напомню, что углеводороды для Канады являются одним из важнейших экспортных ресурсов. И уже давно мы все-таки пришли к выводу о том, что именно нефтянка является основным катализатором для этого инструмента. На текущий момент пара доллар-канадец находится в непосредственной близости от поддержки 1.32. Я думаю, что на дневках вы все могли заметить, как интенсивно и бодро сейчас укрепляется канадский инструмент против своего долларового американского оппонента. Цели многие инвестбанки ставят разные, но преимущественно их объединяет то, что они верят в то, что Канадец сможет сохранить подобную динамику, сможет легко преодолеть поддержку 1.32 и как минимум добраться до уровня 1.30. Напоминаю, друзья, то, что ближайшая цель, которой я рекомендовал руководствоваться также по этой валютной паре, это как раз и есть поддержка 1.30. И если мы сможем добраться до этого уровня в ближайшие несколько торговых сессий, вероятность этого очень высока. Тем более, что, еще раз повторюсь, сегодня мы следим за заседанием Банка Канады. Пусть даже ставки не изменят, вероятность этого крайне низка, но риторика будет очень важна для нас. И, соответственно, если эта риторика будет все-таки указывать на то, что канадский регулятор продолжит цикл действий, шагов, которые предполагают разгон процентных ставок, у канадца будет хороший стимул для того, чтобы еще больше упрощить свои позиции против американца. Если мы сделаем цель 1.30, друзья, в ближайшие недели, я думаю, что можно будет смело снова канадца помещать в разряд тех финансовых инструментов, которые составляют категорию дружеских активов, которых удалось заработать. Конечно же, в прошлом году канадец лично для меня стал самым большим разочарованием. Был бы еще больший профит по итогам года в совокупности по всем торговым рекомендациям, если бы не канадский доллар, который упорно отказывался укрепляться против своего долларового оппонента. Сейчас у нас появился шанс отыграться. Я надеюсь, что канадец прекрасно понимает, что он нам всем немного должен, уважит нас как трейдеров, которые верят в него и, собственно, сделают. Сначала цель 1.32, друзья, а потом уже поддержку 1.30. В общем, сегодня в 18.00 мы с вами ждем заседания Банка Канады. В 18.15, через 15 минут после того, как будет пересмотрена процентная ставка, состоится пресс-конференция руководства Банка Канады. Будет выступать Стивен Полос. Безусловно, послушаем, что он скажет. Я бы даже поспорил, что окажет больше влияния на канадца, либо само решение поставки, либо то, что будет сказано после. В 18.30 нас ждет выступление руководителя Банка Англии Марка Карни. Сейчас, конечно же, важно понаблюдать за риторикой руководителя английского регулятора, послушать также, что он хочет сказать. Но я напоминаю вам, друзья, то, что позиция Карни уже давно была понятна, ясна. Он не раз уже пытался намекнуть всей общественности, заинтересованной в том, что ситуация и сценарий жесткого Брекзита – это сценарий, который имеет крайне высокие шансы на реализацию. И, судя по всему, к этому мы понемногу приближаемся. Напоминаю, что сакральная дата – 15 января, то есть следующий вторник. В этот день пройдет голосование в Палате общины Британского кабинета министров. И лично я прочу на этот день с укушительной фиаской для Терезы Мэй. В частности, когда будет заблокировано прохождение этого документа в процессе голосования в Палате представителей. К чему это приведет, неизвестно. Никто не знает. Прецедентов такого рода еще не было. Но я могу предположить, что именно отсутствие зеленого света для прохождения этого документа можно будет воспринимать в качестве серьезнейшего, колоссальнейшего негатива для британца. И этот негатив вполне может стоить фунту, пусть не в моменте, но в довольно короткий промежуток времени потери до полтысячи пунктов. Поэтому, несмотря на то, что я уже несколько дней подряд говорю, друзья, о том, что у доллара сейчас не так уж и много шансов восстановиться против всех своих инструментов, оппонентов и лучше делать даже ставку на снижение курса американца. И логически, рассуждая с этим, можно поставить на рост рисковых инструментов. Фунт все-таки держится особняком, как это было практически весь 2018 год. Фунта и фунта лично я продолжаю рассматривать только с точки зрения продаж. В общем, 18.30 сегодня выступление Карни. Также в 18.30 выйдет отчет по запасам нефти от администрации и аналитической информации. Очень важный релиз для нас сейчас, потому что вчера оценка АПИ показала срезкое сокращение запасов. Чем воспользовались покупатели? Снова подзадрали котировки вверх. По бренду мы уже рядышком с уровнем 60 долларов за баррель. И в случае, если сегодня официальные данные покажут похожие цифры, то, соответственно, у нас будет еще и локальный внутридневной триггер для того, чтобы нефтянку затратить повыше. Цель по бренду 65 долларов за баррель. Ну и замыкать торговую сессию по последовательности этих отчетов. Ну, не по значимости точно, будут протоколы заседания американского регулятора традиционно в 22.00 по московскому времени, поздним вечером. Обязательно дождитесь этого события, понаблюдайте, посмотрите за реакцией доллара. Хотя, наверное, вряд ли нас ждут какие-то сюрпризы. Все-таки позиция американского регулятора уже известна. Эта позиция была подтверждена Джеромом Паулом, который возглавляет ФРС. Он подтвердил то, что с учетом последних изменений, которые произошли в конъюнтуре, с учетом роста неопределенности в мировой экономике, с учетом вероятного замедления темпов экономического расширения экономики США, с учетом, опять же, того давления, я уверен, которое кулуарно где-то мог оказать на него Трамп, ФРС будет уже менее активно действовать в плане дальнейших циклов последующего ужесточения монетарной политики. Это не значит, что Федрезерв не будет повышать ставки. Это значит только то, что на текущем этапе темпы разгона процентных ставок будут уступать темпам 2018 года. Но как минимум на 1-2, собственно, таких действий мы даже сейчас еще можем рассчитывать. Поэтому 22.00, друзья, очень важное событие для доллара и, соответственно, для всех финансовых рынков. Завтра нам, безусловно, как всегда будет о чем поговорить, поэтому ни в коем случае не пропустите завтрашний брифинг, который, как и всегда, сразу же после прямого эфира будет публикован на нашем канале на YouTube. Ну а теперь давайте чуть подробнее про нефтянку 59.49. Это актуальные, примерные котировки. Сейчас Brent идет, уверенно, на 60 долларов за баррель. Я уверен, что мы сделаем 65. Друзья, прислушайтесь к моей рекомендации. Даже с учетом текущего уровня есть еще потенциал возможности получения профита, дохода, прибыли на ваши депозиты около 10%. Это даже без плечевой загрузки. Сейчас по Brent, по WTI мы наблюдаем самый длительный, восстановительный, я бы не стал называть это трендом, скажем так, микро, положительное, позитивное ралли, самое значительное за последние 17-18 месяцев. То есть, сколько времени мы с вами констатировали исключительно нисходящую динамику, то, что на рынке правят только медведи. Хорошо на этом заработали, вовремя, в принципе, развернулись. И сейчас уже работаем с откатным движением. Но прежде чем появится повод говорить о развитии нового, уже восходящего тренда, должна на рынок прийти мощная фундаментальная поддержка, которой пока что нет. И все, что мы сейчас разбираем с вами, то, что мы закладывали в качестве основы для роста котировок нефти, вот буквально с понедельника, да можно даже сказать, с конца еще прошлой недели, это лишь факторы, которые носят вероятностный характер. Это лишь ожидание того, что США и Китай договорятся, и впоследствии это уберет с рынка угрозу для мирового экономического роста и снизит опасения за спрос на углеводороды. Мы с вами говорим о том, что, предположительно, Ближний Восток в лице стран ОПЕК будет соблюдать взятые на себя обязательства и будет также агрессивно сокращать добычу, как это было в прошлом месяце. То есть все эти события, они носят спекулятивную природу, они могут реализоваться, а могут и не реализоваться. Вот если все-таки дело дойдет до реализации в положительном плане, толки этих текущих новостных серьезнейших событий, то тогда, друзья, я буду в числе первых, которые инвесторов, трейдеров, аналитиков, как угодно можно сказать, в числе первых, то, пожалуй, поставить на дальнейшее долгосрочное восстановление котировок нефти. Но пока что у всех этих событий только вероятностная природа. Я допускаю и реализацию в конечном счете этих событий по негативному сценарию. Поэтому считаю, что долгосрочный тренд, он остается по-прежнему нисходящим. Но мы пытаемся использовать потенциал и краткосрочного отката. Почему растет нефть? Я думаю, что вы все помните, что мы вчера, кстати, очень детально говорили о ходе переговоров, очередном этапе обсуждения путей нахождения, скажем, выхода из недобросовестных, как, помните, Трамп отмечал, торговых практик, проводимых Китаем. Все это необходимо для того, чтобы впоследствии восстановить торговый баланс. Переговоры идут, они носят пока что формальный характер, но участники рынка на таком энтузиазме, потому что все-таки переговоры идут без какого-то негативного фона. По крайней мере, СМИ, которые близки с ходом этих переговоров, не закидывают рынок негативом в плане того, что вот какой-то вопрос из повестки обсуждения остается настолько противоречивым, что стороны на грани того, чтобы все-таки разъехаться и впоследствии там какого-то времени, через неопределенное время, снова вернуться, возможно, к этим переговорам. Переговоры сейчас идут в нормальном русле, в миролюбивых тонах, поэтому и рынок, собственно, растет. Мы видим то, что фондовые площадки буквально всей мировой экономики восстанавливаются, лидируют азиатские рынки, американский фондовый рынок также подрастает. Ну и даже восстановительная динамика, она довольно вялая, да, она однозначная, она заметная, но после тех потерь, которые мы видели, конечно же, такого небольшого роста, как мы наблюдаем сейчас, явно недостаточно, чтобы заставить трейдеров, которые все-таки еще сохраняют короткие позиции, отказаться от продаж. Напоминаю, что сценарий негативный по многим событиям, он вполне еще может реализоваться, поэтому с долгосрочными позициями мы торопиться сейчас не будем, будем работать вот только в какосроке. Помимо оптимизма в отношении переговоров, участники рынка следят еще и за статистикой по объемам добычи в странах ОПЕК, в частности, последняя цифра о том, что ОПЕК в прошлом месяце снизил добычу на 630 тысяч баррелей, это минимальное значение за последние 6 месяцев. Не факт, друзья, что в таких же темпах по сокращению добычи ОПЕК будет работать и дальше. Я думаю, что, может быть, даже, скорее всего, это и не произойдет, поскольку очень хитрые игроки, представители ближневосточного картеля. Мы знаем то, что уже не раз убеждались в том, что реальные действия очень сильно разнятся со словами отдельных представителей ближневосточного картеля. Но я сейчас немного, может быть, даже очевидно, но я не хотел, конечно же, бросать тень на Саудовскую Аравию, которая вчера, собственно, обрадовала, точнее, позавчера, рынок намерениями сократить добычу еще почти на 1 миллион баррелей. Ну, вот в такую цифру я точно не верю. Локальным фактором поддержки для котировок, может быть, даже и не локальным, а основным в рамках вчерашней торговой сессии выступила статистика ТАПИ, когда запасы нефти снизились на 6,2 миллиона. Напоминаю, что сегодня мы ждем официальные цифры 18-37. Если тоже администрация медицинской информации сообщит о том, что запасы снизились, это фактор поддержки, друзья, для котировок, и, возможно, мы уже пробьем с вами на текущий момент сопротивление 60 долларов за баррель. Это необходимо, чтобы получить дополнительную опору для дальнейшего движения, и будем уже претендовать на 65, который является нашей ближайшей целью. Рубль 66,90. Российская валюта пока укрепляется на фоне восстановления цен на нефть. Но важно отметить, что раскорреляция по процентному, скажем, восстановлению цен на нефть и аналогичному укреплению доллара она очевидна. Рубль отбирает у своих конкурентов, у доллара и евро, не так активно, как набирает стоимости нефтьянка. Я думаю, что восходящая динамика рубля будет недолгой. В частности, не забывайте, что мы фактически уже в нескольких днях от нового пакета финансово-экономических санкций для России ждем, собственно, этот негатив и ждем, что рубль в этот раз протестирует уже сопротивление 70. Доллар иена 108.89 здесь особенно выделит и нечего. Мы ждем сегодня протоколы, послушаем за риторикой. Хотя должны уже прекрасно понимать, друзья, что сегодняшние протоколы, по сути, это событие, это отчет, это доклад, который будет отражать позицию американского регулятора, уже, в принципе, неактуальную. Потому что с начала январьских праздников, в принципе, с начала Нового года мы знаем то, что позиция Джерома Паула изменилась. И я думаю, что изменилась позиция всех представителей и голосующих членов американского регулятора. Сейчас эта позиция предполагает уже более сдержанные темпы ужесточения политики, поэтому я от протоколов сегодня не жду какого-то чуда в плане роста доллара. Более того, я считаю, что если протоколы сегодня даже вот до обновленного фона и обновленных актуальных ожиданий по изменению политики Федрезерва будут менее жесткими, чем прогнозируют сейчас покупатели и оптимисты, то доллар, напротив, может очень неплохо потерять себя. Мы ждем срабатывания отложки по паре доллар-иену. Друзья, это ниже отметки 108.50. Ждем, чтобы присоединиться к дальнейшему снижению в расчете на то, что пара доллар-иен окажется гораздо ниже из-за преимущественного ослабления курса американского доллара. По доллару канадцы уже сказали в двух словах, что мы ожидаем. Мы ждем пробоя поддержки 1.32. Ставим на жесткую риторику Банка Канады, который за последние полтора года пять раз поднял процентные ставки, потом взял паузу, вынужден из-за того, что происходило на рынке нефти. Сейчас котировки черного золота восстанавливаются. Это играет на руку оптимистам и, в принципе, может поддержать комментарии Банка Канады о том, что Банк Канады, так же, как и Федрезерв, вернется и в 2019 году к политике более высоких процентных ставок. Я думаю, что нам даже не нужны сроки. Друзья, нам нужно лишь упоминание о том, что следующим шагом, который пойдет Банк Канады, будет повышение процентной ставки. Это вполне достаточно, чтобы еще больше поддержать курс, собственно, канадского доллара. Ну и, безусловно, сегодня, так же, как и мы, канадец ждет данные по запасам нефти США, потому что, напомню, этот отчет может оказать поддерживающее воздействие для котировок нефти и, соответственно, привести к укреплению канадского доллара. Фунт против американца 1,2740. Друзья, особенно динамика сейчас не блещет своей интенсивностью, но это затишье перед бурей. Напоминаю, 15 января, следующий вторник, это момент истины. Дату, скорее всего, уже не будут откладывать, не будут пролонгировать это событие голосования. Ну, сколько уж можно на носу, фактически, сама процедура выхода из состава Европейского союза. Сейчас нужно уже получить конкретную конкретику по поводу соглашения о Брыгзе, которое было согласовано Терезой Мэй и странами ЕС. Но этот документ еще не прошел голосование в Палате представителей. Я надеюсь, друзья, вам не нужно напоминать, насколько против данного соглашения все те, кто будут голосовать в Палате общин 15 января. Ничего не изменилось за последние недели. Праздники не повлияли положительным образом на мнение тех, кто все-таки будет вершить судьбу этого документа в Палате общин правительства Англии. Позиция остается исключительно скептической. И Тереза Мэй прекрасно понимает. Она так же, как и мы, собственно, осознает все вот эти риски, которые в ближайшее время, скорее всего, и реализуются. Внутри политическое давление колоссальное на нее. Какие-либо изменения в документ она уже не протащит, даже если бы она и хотела. Она наверняка хочет, ведь только так можно получить поддержку той же самой оппозиции, если будут определенные изменения касательно бэкстопа, границ с Северной Ирландией. Но ЕС не даст протащить эти изменения, потому что Европейский Союз уже устал вести переговоры. Сейчас все зависит от Терезы Мэй. Сможет ли она обеспечить условия мягкого Брэкзита. Либо в следующий вторник, друзья, готовьтесь к этому событию. Мы будем констатировать, ну, точнее, не во вторник, а уже в среду, когда у нас будет возможность провести очередной брифинг, констатировать начало процессии жесткого Брэкзита, когда Англия выйдет из состава ЕС без доступа к единому европейскому рынку и когда фонд проснется в новой реальности, связанной с колоссальным фундаментальным давлением. Поэтому по паре фонд-доллар, друзья, я не стал бы сейчас активно вас мотивировать на открытие коротких позиций. Это, безусловно, выбор каждого из вас. Но я считаю, что если вы хотите рискнуть по факту, вероятно, самого мощного движения первого полугодия 2019 года, то нужно рисковать в плане продаж британца. Я считаю, что фонд может легко пробить поддержку 1.25 и оказаться гораздо ниже, если этот документ не будет согласован в Палате общин. Евро против доллара 1.1453. Чудо-то мы растем, в частности, рост европейской валюты. Он никак не связан с национальной статистикой, с внутренним фундаментом европейского происхождения. Доллар европейской валюты, точнее, растет на фоне присутствующего страха за будущее восстановление доллара, потому что я уже не раз отмечал за последние три дня, друзья, почему доллар сейчас с некоторых пор является аутсайдером рынка Форкс. И эти страхи очевидны. Поэтому риск валютной сейчас пользуется спросом, правда, незначительным. В любом случае потенциал роста европейской валюты ограничен, потому что очень много внутренних рисков в еврозоне. И эти риски преимущественно связаны с крайне слабой статистикой и тем, что Европейский Центральный Банк, в конце концов, признает отсутствие сейчас условий для ужесточения монетарной политики. Поэтому рост евро сейчас в приоритете, но это лишь каткосрочная динамика. Это рост евро ограничен, поскольку я уверен, что участники рынка все равно соберутся чуть позже, для того, чтобы вернуться к долгосрочным продажам европейской валюты. Но сейчас мы пользуемся тем, что есть в плане фундамента, ставим на рост евро и закрепление выше отметки 1,15, может быть, даже 1,1550. По статистике европейской не буду забивать вам голову сейчас, чтобы не было диссонансов в плане того, как такое может быть. Но лишь повторюсь, что статистика крайне удручающая. Вчера у нас вышли слабые данные по промышленному производству Германии и уровню доверия потребителей. Кстати, слабая промышленность Германии – это уже не отчет, который, скажем, случайным образом затесался в серию релизов, которые указывали на восстановление сектора. Нет, у нас промпроизводство в Германии снижается уже на протяжении практически 4-5 месяцев. Это тенденция, это новая реальность. И, собственно, вчера, после того, как вышли последние данные, стало очевидно, что сейчас немецкая экономика очень близка к состоянию даже технической рецессии. Но для меня также очевидно, что 9-летний цикл роста немецкой экономики полностью окончен, завершен. Пора уже открывать, давать дорогу для нового цикла развития немецкой экономики, который будет представлен в виде спада. Об этих рисках мы будем говорить постоянно, друзья, потому что евро – это один из основных инструментов, которым мы продолжаем спекулировать. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. Всего доброго. До завтра.